Меня периодически спрашивают, зачем ты пишешь собственный учебник, тем более по английскому языку? Их же сотни, тысячи даже, наверное. Неужели твой учебник что-то изменит? Да изменит, потому что невозможно никому верить. Ну вот, допустим, тема. Глаголы, после которых употребляется герунтий. Запомните глаголы, после которых употребляется только герунтий. Что мы здесь видим? Слово allow. Заводим allow в Google. И что мы видим? Первая строчка, совершенно. Allowed to leave the country. Это выглядит как герунтий? Вот, а я тоже думаю, что не выглядит. Не, можно сказать, что ну это русский сайт, там не носители делают, там ошибки, все такое. Значит, популярный французский, в смысле британский сайт. Angry. Да, значит, все вот преподаватели тут у нас британцы все. Я, значит, и та же самая таблица. Глаголы, которые следуют, за которыми следуют герунтии. Что мы тут видим? Allow. Можно сказать, что это какие-то неправильные британцы, понабрали там людей с улицы, как у нас обычно делают. Вот, окей. Заходим. Сайт BBC. Блин. Learning English. С 1943 года. Опять-таки, та же тема. Листаем вниз. Смотрим. Глаголы, которые следуют герундиям. Allow нету. Уже хороший плюс. Смотрим дальше. Что мы здесь видим? Dread. Заходим. Опять-таки, в кэбриджский словарь. Что мы тут видим? I dread to think. Это выглядит как герунтий, по-вашему? Вот, и я тоже думаю, что нет. В общем, социальные конструкты вас поджидают повсюду, поэтому никому не верьте. Детерминизм — это свобода.